Каждая уважающая себя религия может похвастаться своими святыми. Обычно святым приписывают разные чудеса, акты самопожертвования, строгости и смирения. Вспомним библейскую заповедь – «Не убей». Такими белыми и пушистыми были святые. Но есть в православном христианстве один преподобный, который, если разобраться, имел к христианству весьма посредственное отношение. Речь идет о Сергии Радонежском. Что с ним не так? Давайте разбираться. Сергий был не просто патриотом своей земли, но еще и активным общественным деятелем. Есть подозрение считать, что Троица-Сергиевский монастырь, где он заведовал, превратился в центр подготовки молодых дисциплинированных специалистов, откуда в свое время выпустились воины-монахи Пересвет с позывным «Александр» и Ослябя с позывным «Родион». Современному христианину это может показаться чем-то невероятным. Священник превращается… Нет, не в распальцованного бизнесмена, как это часто бывает в наше время, а в настоящего наставника для бойцов элитного подразделения того времени. Судя по многим уликам, можно уверенно сделать вывод, что православное христианство на Руси тогда было совершенно иным, чем мы сейчас себе представляем. Скорее всего, между христианством и старой дохристианской ведической верой не было четких границ, но об этом чуть позже. За время своей службы в церкви Сергий Радонежский воспитал много учеников, которые основали до 40 монастырей. Из них, в свою очередь, вышли основатели еще примерно 50 монастырей. В них, по примеру Сергиева монастыря, был введен общежительный устав, что в какой-то степени напоминает воинский. Получается, древнерусский монастырь был прототипом современных воинских частей, где основными мотивами для дисциплины были патриотизм и работа над собой. Сергий Радонежский поспособствовал не только развитию монашества на Руси, но и созданию своеобразных баз, где жесткой дисциплиной и аскетизмом воспитывались потенциальные воины. В случае острой необходимости они были способны превратиться из монахов в бойцов. В период своего игуменства Сергий запретил монахам просить подаяния и поставил правилам, чтобы все иноки жили за счет своего собственного труда, сам подавая в этом пример. Высоко уважающий Радонежского игумена митрополит Алексей перед смертью уговаривал его быть ему преемником, но Сергий отказался. Это говорит о том, что он не был карьеристом. Сергию Радонежскому приписывают сильное влияние на военно-политическую ситуацию на Руси в те времена. К нему приходили высокопоставленные лица за советом перед принятием важнейших решений. То есть святой выступал в качестве советника по внутренним и внешнеполитическим делам. Именно благодаря Сергию Радонежскому московское княжество не стало торговой колонией генуэзцев, когда Мамай предложил местным властям не очень-то выгодную для региона сделку с Геной. Хотя многим предложение показалось выгодным. Преподобный Сергий Радонежский заявил, что на святую русскую землю допускать иноземных купцов нельзя, ибо это грех. Именно Сергий Радонежский настроил Дмитрия Донского на победу в междоусобной схватке на Куликовом поле. Многие летописцы уверены, что преподобный вселил уверенность в князя и дружину, несмотря на численное превосходство армии Мамая. После победы в Куликовской битве великий князь стал относиться с еще большим благоговением к Радонежскому и игумену и пригласил его скрепить духовное завещание, которое впервые узаконило новый порядок престола наследия – от отца к старшему сыну. Несмотря на четкую и однозначную позицию официальной истории, до сих пор точно неизвестно, в каких отношениях с татарами была Русь. Кто с кем воевал и почему? Это же касается Куликовской битвы, в которой участвовали выпускники монастыря Сергия Радонежского. Да и сам святой косвенно участвовал в ней. Без его заверений в успехе русских вряд ли победа Донского была бы обеспечена. В качестве наиболее достоверного изображения этого сражения возьмем старую ярославскую икону, датируемую серединой 17 века. Принято называть ее так – Сергий Радонежский – житийная икона. Почему мы должны верить именно этому образу? Дело в том, что практически все иконы, которые покрывали по традиции олифой, со временем темнели и примерно раз в сто лет, их опять покрывали основой и рисовали заново. Это означает, что под верхним изображением иконы находится как минимум еще одна старинная икона. Нижний слой представляет особый интерес. В 1959 году смогли снять верхние слои, и таким образом на жаргоне реконструкторов раскрыли ее самую первую редакцию. Оказалось, что в центре иконы изображен Сергий Радонежский, а внизу ее дополняет Мамаева побоище, написанное на длинной и сравнительно узкой 30-сантиметровой доске. Таким образом, это редкое изображение смогло избежать политически выгодных правок более поздних художников. На иконе мы видим вооружение и тип лиц татар, они точно такие же, как и у русских. И то, и другое войско изображены совершенно одинаково. Слева русские войска Дмитрия Донского, справа татарские войска Мамая. Если не подписать кто где, то путаницы не избежать. Любопытно то, что войско Мамая переправляется через реку, чтобы попасть на Куликово поле. К реке они выходят, спускаясь с высокого крутого холма. Некоторые исследователи в этом моменте указывают на поразительное сходство местности, где прошло сражение с ландшафтом на московских кулишках, где поставлена церковь еще во времена Дмитрия Донского. Кстати, именно он и победил в Куликовской битве. Чтобы сойтись с Дмитрием Донским на московских кулишках или Куликовом поле, войскам Мамая, расположившимся на высоком Таганском или Красном холме, необходимо было спуститься вниз и сразу же переправиться через реку, то есть через известную московскую реку Яузу. Лишь после этого татары оказывались на Куликовом поле, точнее, на московских кулишках. Кстати, на иконе показано, что войска Мамая переходят реку вброд. Река, которая в летописях названа «Непрядвой» по версии авторов новой хронологии, на самом деле является известной московской рекой Неглинной, которая была как раз за спиной у Дмитрия Донского, стоявшего на Куликовом поле. Гусин брод, упомянутый в летописи, очень похож на Яузин брод. Отличие слова «гусь» и «яуза» лишь в первой букве. Переписчик летописи вполне мог случайно или сознательно изменить слово «яуза», превратив его в гуза. Так в летописи появился гусиный брод. При этом историки до сих пор не могут точно указать на гусиный брод в рамках романовской версии, относящий события на современный Дон. В Тульской области, где они располагают Куликово поле, нет никакого гусиного брода. Почему местоположение Куликово поле очень важно, расскажем чуть позже. Еще одна странность, запечатленная на иконе, это одинаковые стяги у каждой из враждующих сторон. Воины Дмитрия Донского и воины Мамая держат один и тот же образ нерукотворного спаса, который долгое время был старым русским военным знаменем. Получается, что на Куликовом поле сошлись в междоусобной битве славянские войска Дмитрия Донского и славянские войска татарского князя Мамая, чья конфессиональная принадлежность тоже вызывает много вопросов. Говоря о татарах, не стоит забывать, что татарами в то время называли всех, кто жил в Татарии или Орде. Вспомним казачьи орды на старинных русских картах и казаков-татар на картах европейцев. Об этом мы уже упоминали в наших роликах про Тартарию. А теперь попробуем собрать полученные факты в единую картину. Сергий Раднишский способствовал основанию не просто православных монастырей, а целой сети центров по подготовке дисциплинированных специалистов, среди которых были и специалисты военные. Еще один факт. Монахи могли участвовать в войнах, как это долгое время практиковалось, например, шаолиньскими и тибетскими монахами, которые тоже, по сути, были отличными воинами. Это значит, что мы слабо представляем себе раннее православие. Русский инок Пересвет, изображенный на упомянутой иконе, согласно летописям, победил татарского Рэмбо, воина по имени Челубей. Тот, по легенде, тоже был монахом, возможно, даже тибетским и считался непобедимым. Это значит, что религия во времена Сергия Радонежского позволяла монахам сражаться, убивать, и это не считалось серьезным грехом, ведь они оба являлись одновременно монахами и воинами высокого уровня. Посмотрим на место битвы. Многолетние раскопки на предполагаемом историками месте сражения ни к чему не привели. Найдено лишь небольшое количество стрел и всякие старинные предметы по мелочи, но ведь летописи сообщают о том, что жертв Куликовской битвы было так много, что их хоронили от 6 до 8 дней. Сколько должно было остаться предметов амуниции, оружия и так далее. Это значит, что битва была не там. Скорее всего, она действительно произошла на московских кулишках, где и была построена Дмитрием Донским церковь всех святых. Кстати, в конце 18 века в путеводителях по Москве появилось предположение о связи строительства храма с увековечением памяти воинов, павших в Куликовской битве. Если там была Куликовская битва, то возникает вопрос, разве в то время там уже не стояла Москва? Получается, что нет. Это еще одно доказательство более позднего строительства Москвы. Фраза «У черта на куличках», как считается, связана с событиями 1666 года, когда в богадельне на кулишках завелась нечистая сила. Словосочетание «на куличках» и тогда, и сейчас означает окраин. Далекое глухое место. Значит, границы Китай-города были фактическими границами Москвы вплоть до второй половины 17 века. Не слишком ли медленный рост города с 12 века? Так может быть, античный период в мировой истории длился относительно недавно? А крупнейшие столицы были построены гораздо ближе к нам по хронологической шкале, чем это принято считать. Предлагаем обсудить это в комментариях под выпуском. Благодарим за просмотр и справедливую оценку этому ролику. До новых встреч на Крамоле.